Случайности в рисовании Калмыкова нет. Он абсолютно документально точно рисует и при этом абсолютно, на мой взгляд, художественный. То есть вот если окон у дома столько, их будет столько. Если будет арка, значит арка. Гравюры на первый взгляд не закончены. На самом деле это минимализм Сергея Калмыкова, художника, чья неповторимая живописная манера узнается сразу, подражающей линией кисти. Гравюры – зарисовки Оренбурга 20-х годов прошлого века. И к каждой запись точная, лаконичная, емкая. Это и описание, скажем там, Петра Водкина, Добужинского в Москве и в Питере, или это описание города Оренбурга. Очень интересные поры с 1915 по 1928 год. Надо сказать, что за тот период Оренбург не только не отрисовывал, не описывал, даже никто не фотографировал. Детство и юность художника прошли в Оренбурге. Затем он учился в Москве и в Петербурге у знаменитых художников. Считается, что одна из ранних работ Калмыкова, на которую он написал «Красных коней», вдохновила Петрова Водкина на создание знаменитой картины – «Купание красного коня». Более того, считается, что в образе юноши сам юный Калмыков. Это человек, не получивший признания, бедствовавший. Вот там есть куски, как их из дома прогнали. Как мать там с кем-то, там где-то прилютилась у соседей, а он там вот зацепился за какую-то там комнатку. Все-таки это жестокое время, это же революционный разлом, который он пережил. Большая часть рукописи авангардиста хранится в Алма-Атистском архиве. С огромным трудом искусствоведу Игорю Смекалову удалось объединить и художественные, и литературные работы Калмыкова и прокомментировать их. В результате чего свет увидели необычайные абзацы – книга с зарисовками жизни советской России. Инна Маркелова, Владислав Горбунов, Новости дня.